Приветствую вас, и я полагаю, я полагаю, что в данном случае можно говорить о действительно высокой степени любосмысленности того, что происходит между вами, но вместе с тем, по моему глубокому убеждению, данная любосмысленность, она идет как бы мужчине на руку, в том смысле, что он специально поддерживает эту любосмысленность, потому что ему, возможно, как-то страшно с вами сближаться, ему, возможно, как-то страшно, ну, как-то страшно ему, там, к примеру, с вами сближаться, да, то есть человек, может быть, боится близости, потому что, может быть, он уже как-то обжигался когда-то, вот, то есть вариантов здесь на самом-то деле довольно много, вот. Но любосмысленность на самом-то деле есть, она объективная, и мне кажется, что отрицать ее было бы, мягко говоря, глупо. То есть она есть, она есть, это факт. Вот. Значит, что вы можете в этой ситуации сделать? Объективно вы можете мужчину вывести на диалог с вами, как сказал, действительно, как сказал мой коллега, в не совсем формальной обстановке, да, то есть чтобы эта, чтобы эта обстановка, она, чтобы была, ну, неформальной, да, то есть чтобы у него была возможность как-то себя проявить, ну, иначе, как-то себя проявить по-другому, грубо говоря. Вот. И именно в этом контексте вы, может, смогли бы для себя понять и решить, как он к вам относится, как он вас видит, как он вас воспринимает, да, и так далее, соответственно. То есть для вас это было бы, ну, довольно хорошим, довольно хорошей возможностью, значит, ну, соответственно, понять его намерения, понять, что ему нужно, понять, чего он хочет и так далее. Вот. А для вас это было бы идеальная возможность. Соответственно, если человек, значит, ну, не воспользуется этим шансом, да, то есть если мужчина по-прежнему, к примеру, не будет себя никак проявлять, вот, то в этом случае можно говорить о том, что вы ему либо не интересны, либо не интересны, либо не интересны. Либо он, ну, не хочет сближаться на условиях, которые, вот, выгодны вам, да, и, соответственно, не выгодны ему, ему. Вот. Это просто, просто-напросто, это, по сути, его выбор. Вот. В остальном, в остальном, ну, если у вас такой возможности нет, да, то вы можете только вот тратить время на такие вот истории, тратить время на такие вот моменты и сколько это продлится, ну, честно сказать, нельзя, потому что это продлится очень долго. И еще, ведь, ну, как бы, человеку-то это выгодно, вот, человеку-то, как бы, все устраивает, да, вы же понимаете, наверное, это. И тут вот, как бы, конечно, история-то не совсем такая, ну, прямо скажем, приятная, да. Вот. Так что, так что, вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который Копарик задает. На этом все, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, вы можете сделать его лучшим, я буду вам за это очень благодарен. Вот. В целом, мне бы хотелось отметить, что вы себя ставите в такое достаточно неопределенное положение, которое, в общем-то, по-видимому, опосредованно вашей неуверенностью в себе и повышенной мотивацией уступить в отношениях. Потому что, по факту, если вот подумать, то кого вы любите? То есть, вот вы говорите, что я влюбляюсь, да, вы говорите, что я влюбляюсь, а в кого вы влюбляете? То есть, вы, вы, ну, как бы, вы знаете, что это за человек, как бы, вы знаете, какой это человек, как бы, ну, чтобы там, грубо говоря, вот, влюбиться, да, вот, ну, мне кажется, что нет, мне кажется, вы этого не знаете, мне кажется, вы этого не можете знать. То есть, это вот такая история, и здесь мы говорим, мы говорим, а здесь мы говорим непосредственно о идеализации. То есть, идеализация А идеализация, это, соответственно, перекладывание на человека, проекция, перенос, человека, своих желаний, вот, своих потребностей, которые есть у вас. То есть, к примеру, вам хочется любви, любви, и вы видите в таком отношении, вот, собственно, ну, намеки на любовь. И влюбляетесь в человека, потому что он может дать вам то, например, что вам нужно. И вот этот аспект, аспект того, чтобы, значит, понять, понять, чего вы хотите. Вот. Нужно разобраться. На мой взгляд. Вот. И тогда вам будет гораздо проще. В любой ситуации лучше ориентироваться исключительно на себя, в любой ситуации лучше ориентироваться на свои, может, какие-то чувства, на свои переживания, вот. А вы почему-то этого не делаете. То есть, получается, что вы себе как бы не доверяете. Ну, получается так, получается так, что вы себе не доверяете. Вот, собственно, вопрос доверия в себе, в себе, и нужно решать вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.